Для туристической отрасли прошлый год был явно не самым успешным. Пандемия коронавируса привела к значительному сокращению числа туристов. Гомельский дворцово-парковый ансамбль, например, посетили около 300 тысяч человек. Цифра внушительная, но это почти на 40% меньше, чем было годом ранее. В сложившихся условиях здесь видят выход в активизации взаимодействия с другими субъектами туристической деятельности. Проект «Единый билет» и «Единый билет плюс», когда туристам и гостям нашего объекта предлагается посетить не только музейные объекты дворцово-паркового ансамбля, но и филиал Ветковского музея, Гомельский областной военный музей и музей истории города Гомеля, в частности, музей фотографии. Это первое. Второе. У нас есть шесть аттестованных Национальным агентством по туризму наших сотрудников, которые проводят экскурсии как по городу, так и по маршрутам Золотого кольца Гомельщины. О кадровом потенциале в сфере туризма особый разговор. Участники диалоговой площадки уверены, сегодня к уровню образования специалистов этой сферы должны быть совершенно другие требования. Знать общую информацию о каком-либо объекте уже недостаточно. В конце концов, ее можно узнать в интернете, не выходя из дома. Решать эту проблему на Гомельщине начали с участием учреждений высшего образования. В прошлом году открыта новая специальность – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций и международный туризм, которое также будет готовить профессиональных специалистов в этой области, к тому же еще владеющим английским и немецким языком на уровне переводчиков. Так что, в принципе, задел достаточно большой. Фишка в том, что помимо каких-то исторических, археологических, культурных и прочих туристических объектов, наши специалисты будут еще владеть знаниями по объектам природным. Потому что у нас богатая природа, есть и заповедник, и национальные парки, заказники различные, биологические, ландшафтные и так далее. И, соответственно, тот, кто проводит экскурсии по этим объектам, он должен разбираться, где кто живет, где кто растет и так далее. И вот предполагается, что у нас в этой специальности будет подготовка, в том числе и по природным объектам. Еще одна тема для обсуждения в нынешних условиях – создание виртуальных туристических площадок. Причем не только на русском языке, что позволит продвигать туристический продукт за пределами страны. Плюс разработка кластеров. Потенциальный турист должен знать, что он может увидеть на конкретной территории. Рекреационно-туристический кластер Гомельщины, который объединит парковые зоны Гомеля, объединит храмовые, культовые сооружения Гомеля, дворцово-парковые ансамбли, музеи. И этот перечень нужно расширять. Кластер – это, вы знаете, такая структура, которая наращивается, такая гроздь, которая перерастает своими новыми элементами. Также у нас есть идея того, чтобы можно было бы создать музейный кластер. Их сегодня очень много по Белоруссии стали создавать. Но как раз музейный кластер хорошо представить в цифровом формате. Есть технологии 3D. Вот Гомельский университет, где я работаю, накопил достаточный опыт формирования 3D-продукта, продвижения 3D-продукта на уровне музеев, туристических дестинаций. Поэтому цифровые технологии только помогают расширить возможности для развития туризма. Особенно в условиях нынешней ситуации, очень сложной, я бы сказал, критичной для сферы туризма. Тогда как мы могли бы показать наш потенциал? Ну вот, одна из форм – это цифровой туристический продукт. Несмотря на уменьшение количества туристов, участники диалоговой площадки оптимизма не теряют. В конце концов, пандемия закончится, и у людей вновь появится интерес к путешествиям. А поэтому сегодня вопросы развития внутреннего туризма актуальности не утрачивают. Вероятно, нужны в том числе и новые подходы. И нам действительно есть что предложить. Развив внутренний туризм свой, мы можем уже пригласить сюда и других граждан из других стран, из других республик, которые бы познали нашу непосредственно страну, познакомились с ее достопримечательностями, с ее природой, с ее экологией, с ее гастрономическим туризмом, с ее традициями. То есть для этого и развивается внутренний туризм, который позволил бы и расширить спектр услуг и для въездного туризма. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.